Мы уже знаем, что в башскрифтах можно писать стандартные команды терминала, например, pwd, ls, touch и так далее. Кроме того, аналогично можно запустить и внешнюю программу, например, Firefox. Когда мы так делаем, то результат выполнения программы пишется на экран. Однако, часто бывает полезно прямо в скрифте проанализировать, как же отработала эта программа и что она вывела. Для этого есть специальная возможность. Нужно использовать следующий синтексис. Переменная равно и в косых кавычках. Эта кавычка находится в левом верхнем углу клавиатуры под клавишей Escape. Программа, и можно ей передать аргументы или опции, с которыми она должна быть запущена. Например, мы знаем, что команда echo в кавычках test выводит слово test. Если мы сделаем следующую конструкцию, а равно косая кавычка echo test, косая кавычка закрывается, то в а запишется именно test, а не echo test, как можно было бы подумать. Например, командой files равно косые кавычки ls tilde, мы запишем в переменную files все файлы, которые выводят ls для домашней директории. Однако часто команды не выводят никакую информацию на экран, но это не значит, что их нельзя проанализировать, их работу. Дело в том, что все команды возвращают некоторый код возврата. Оно показывает, корректно завершилась программа или нет. Обычно за корректное завершение отвечает код возврата 0, а любое число 0 означает, что в процессе работы были ошибки. Часто это единичка. Узнать код, только что выполненная программа, можно при помощи $вопрос. Выйти с кем-то кодом можно при помощи команды exit и передать ей какую-то цифру, например, exit 0 или exit 1. Например, я могу создать в терминале file.txt и узнать код возврата, напечатав его echo $вопрос. Если он 0, значит файл успешно создался. Если были какие-то ошибки при создании файла, например, отказано в доступе, то код будет не нулевым. В башу можно очень удобно проанализировать код возврата в конструкции if. If в косых кавычках запускаем программу, и если она завершилась корректно, то есть код 0, то можно выполнить какие-то действия. В else можно обработать действия, соответствующие некорректному завершению программы. Тут можно отметить, что здесь в условиях if не надо указывать квадратные скобочки. Давайте посмотрим в терминале, как это все работает. В директориях, в которых я сейчас нахожусь, есть несколько файлов и скриптов. Я могу попробовать удалить файл .txt и проверить код возврата этой операции. Он нулевый, потому что никаких ошибок при удалении не возникло. Попробую сделать это еще раз и увижу ошибку. Теперь код возврата стал единицей. Давайте посмотрим программу, которая анализирует код возврата как раз операции error. Наноскрипт принимает два аргумента. Директорию с папками и путь до резервной директории, где лежат резервные копии этих файлов. В цикле for мы в файл будем записывать значения, то есть имена файлов, которые выдаются при помощи команды ls и пути до папки, которую мы передали в качестве первого аргумента. Для каждого такого файла будем писать, что нашли его и пытаться удалить резервную копию из папки резервной. Если удаление прошло успешно, то будет сообщаться backup removed. Если возникла ошибка, то есть код возврата не нулевой, то будем писать, что country remove backup, то есть не смогли удалить резервную копию. При этом еще мы будем сохранять переменную return код единичку. В конце программы мы выйдем с кодом возврата, он будет либо нолик, либо единичка, если у нас хотя бы один файл не смог удалиться. Все сообщения рем ошибочные будем выводить в специальный файл er.txt. Давайте запустим программу. У меня есть папка test, и в ней несколько файлов. Я могу скопировать все эти файлы в резервную директорию. И теперь запустить программу SASH, передав ей два параметра. Директорию с файлами и директорию резервную. Все файлы успешно были удалены из резервной директории, можно убедиться, что она пустая. Мне только записался файл с ошибками, но ошибок там нет. Давайте попробуем запустить ее еще раз. Мы увидим, что ни один из файлов удалить не удалось, потому что их теперь нет в резервной копии. Если мы проверим теперь код возврата нашего скрипта, то можно убедиться, что он равен единичке. А в первом случае он был равен нулю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!